Замужественным красавцем-актером Ярославом Бойко закрепилась амплуа глубоко порядочного героя. Однако оказалось, что в личной жизни 53-летний мужчина не может похвастаться постоянством. После 24-летнего брака он все же развелся с женой, простившей ему внебрачного сына от Евгении Добровольской. Ярослав, появившийся на свет 14 мая 1970 года в Киеве, воспитывался матерью-одиночкой, которая работала заместителем начальника фотоателье. Предки Бойко добились больших высот на службе в Вооруженных силах СССР, а потому они настраивали мальчика на то, что он должен продолжить семейную традицию. Поддавшись влиянию родственников, юноша решил стать студентом Суворовского училища, но ему не удалось выдержать конкурсный отбор. Чтобы не терять год, Бойко поступил в механико-металлургический техникум. На втором курсе Ярослава накрыла первая любовь, которая оказалась невзаимной. Молодой человек бросил учебу и пошел отдавать долг родине, залечивая при этом сердечные раны. Отслужив положенные два года в погранвойсках на советско-румынской границе, Бойко вернулся домой, не предполагая, что вскоре его жизнь кардинально изменится. Дело в том, что хорошая школьная подруга попросила парня подыграть ей во время вступительных экзаменов в театральный вуз. Так вышло, что девушку не приняли, а Ярослава зачислили в ряды студентов. Первый курс Бойко окончил с трудом, ведь учеба велась на украинском языке, с которым у молодого человека были проблемы, плохое произношение. В 1991 году Ярослав отправился в Москву, где поступил в школу-студию МХАТ. Теперь ему пришлось избавляться от гэканья путем посещения внеурочных занятий по сценической речи. Но усилия не были напрасны, так как впоследствии Ярослава признали лучшим студентом театральных вузов в столице и даже премировали. Вскоре студент-первокурсник дебютировал в фильме «Круиз» или «Разводное путешествие». Но настоящие слава и признания пришли к нему на заре миллениума. Актер стал востребован у кинорежиссеров после роли капитана Аникушина в фильме «В августе 44-го». В 1995 году Олег Табаков принял дипломированного актера в труппу табакерки, на сцену которой бойко выходил целых 18 лет. Сейчас Ярослав предпочитает играть в антрепризных постановках, гастролируя по всей стране. Что касается личной жизни, то высокий красавец-брюнет ростом 186 см всегда имел успех у противоположного пола, чем умело пользовался, заводя романы со студентками школы-студии МХАТ и не только. Когда Ярослав уже работал в театре под руководством Олега Павловича, на одной из вечеринок он познакомился с красавицей-балетмейстером Рамуне Ходоркайте и сразу понял, что именно о такой женщине мечтал всю свою жизнь. Вскоре влюбленные стали жить вместе, а в ЗАГС отправились в 1999 году после рождения первенца сына Максима. В 2001 году бойко отправился на съемки четырехсерийного фильма «Подозрение», где ему предстояло сыграть главного мужа-героини, актрисы Евгении Добровольской. Коллеги, играющие бывших супругов, стали проводить много времени вместе и вскоре осознали, что им недостаточно просто дружбы. Довольно быстро Добровольская, воспитывающая двух сыновей, поняла, что вновь станет мамой. Вот только бойко не поверил в свое отцовство, и пути влюбленных разошлись. Евгения долго скрывала свое интересное положение. Даже ее родители узнали об этом на девятом месяце беременности, и то из телевизора. Актрисе тогда вручили премию Ника. 19 июля 2002 года Добровольская родила сына Яна, которому дала свою фамилию. Тогда бойко не удалось избежать скандала в семье, но взрывная и отходчивая Рамуне нашла в себе силы простить ветреного супруга, а через год после рождения внебрачного сына подарила ему второго ребенка – дочь Эмилию. Интересно, что малышка родилась в день рождения Табакова, в театре которого тогда служил бойко, а потому Олег Павлович с радостью согласился стать ее крестным отцом. Через несколько лет Ярослав все же признал отцовство и дал внебрачному сыну свою фамилию. В одном из редких интервью Ходоркайта объяснила свою позицию. «Если ты понимаешь, что хочешь быть с этим человеком, ты многое сможешь простить. Главное, чтобы твоей половинке было хорошо». Не смогли разрушить крепкий брак актеры и многочисленные слухи о близких отношениях с актрисой Марией Порошиной, с которой бойко играет любовь не только в кино, но и на театральной сцене. Коллегам не раз приходилось опровергать публикации об их романе. Однако в декабре 2022 года СМИ сообщили, что Ярослав Николаевич подал на развод с Рамуне Ходоркайта. С которой счастливо прожил 24 года. Что заставило актера пойти на этот шаг, так и остается загадкой. Но в начале этого года заочным решением суда брак был расторгнут, так как супруги дважды проигнорировали заседание. Громких разбирательств по разделу имущества бывшие муж и жена не устраивали. Актер дал по этому поводу только один комментарий. Ничего интересного. Просто закончились отношения. Поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями. Все хорошо. Сейчас 53-летний Ярослав Бойко продолжает активно пополнять и без того обширную фильмографию. А также гастролирует по стране со спектаклем «Снежный вальс», где его партнершей снова стала актриса Мария Порошина. Остается пожелать Ярославу Бойко новых побед в творчестве, а также здоровья, долголетия и не отдаляться от родных детей и внебрачного сына. Было интересно? Тогда поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал.